Здоровый! Этот миниатюрный робот является частью комплекса «Кунгаз», который состоит из пункта управления и четырех типов роботов. Его собрат, легкая ударная модель, предназначена для разведки и огневой поддержки. Она умеет ходить по ступенькам, корпус защищен броней, ее можно использовать под шквальным огнем и даже нанести ответный удар. Имея на своем борту вооружение 7,62-мм пулемет по КТМ и реактивные ручные гранаты в количестве четырех штук, оснащение гранат может быть любое. Современные, любые гранаты, которые имеют на вооружение десантные войска, могут быть установлены сюда, включая огнеметы реактивные повышенной дальности могущества, термобарические гранаты многоцелевые и другие виды вооружения, которые есть на снабжении в армии. Приказы отдаются дистанционно с помощью пульта. Расстояние может достигать тысячи метров. Оператор видит цель, выбирает ее на экране и нажимает кнопку огонь. Все остальное выполняет интегрированный участитель, который встроен в этот робот. Учитывает и температурные показатели, давление, скорость ветра, а также дальность до объекта, до цели. При этом питание устройства происходит из ранца, перенести которое можно в любое укрытие. Комплекс на 80% прошел испытания в Министерстве обороны России. К концу года его могут начать производить серийно. Изобретение ученые представили на выставке в Рязанском училище ВДВ. Здесь собрались более 60 компаний со всей страны, одна из которых занимается производством бронежилетов. С новой разработкой броню можно будет собрать самостоятельно, в зависимости от поставленной задачи. Если стоит задача много ходить, бегать и так далее, его можно скомпоновать в минимальной комплектации, тогда оно будет легче, чем ныне существующее. Либо навесить на него дополнительное оборудование, которое позволит получить большую площадь, большую степень защиты, чем ныне существующие. Кроме того, поскольку здесь большая площадь оснащена системой модульного крепления снаряжения, можно отказаться от разгрузочной системы, все подсумки, все-все-все повесить непосредственно на сам жилет. Таким образом можно добиться круговой противопульной и противоосколочной защиты. А так выглядит бронепанель. Более высокий класс выдерживает попадание бронебойно-зажигательных пуль снайперской винтовки. Новый амортизационный слой, он позволяет защититься от запреградной травмы. То есть вот мы смотрим, да, вот два попадания, выглядит довольно страшненько, но в комплекте вот с этой вот системой у нас вся энергетика, она практически в себе вся вот эта выпучена, она остается в теле вот этой вот. Это новейшая разработка, она поступит на вооружение уже в середине этого года. Мягкие панели нового поколения войдут в состав бронежилетов. В Рязани их увидели одними из первых. Другая разработка помогает спастись от переохлаждения и проводить операции в условиях экстремально низких температур. Здесь стоят термодатчики, которые автоматически регулируют тепловыделение. Если человек двигается, ему тепло, автоматически костюм выключается. Если человек нуждается в обогреве, он автоматически включается, набирается температура и тем самым экономит заряд энергии. Моделями уже пользуются сотрудники МЧС и силовых структур. Технология проверена временем. Она существует на рынке более четырех лет. А сейчас Сычаные готовят к запуску ее новую разновидность – спальный мешок с подогревом. Разработку представили на выставке «День инноваций воздушно-десантных войск». В этом году она прошла впервые и позволила обменяться опытом ведущим специалистам со всей страны. При этом все представленные модели могут использоваться как в военной, так и в гражданской сферах.